Мы ввели в эксплуатацию это здание 3 апреля, но всего лишь 3 месяца. 3 месяца. Ну вот за эти 3 месяца мы должны посмотреть по поручению губернатора, каким образом вы эксплуатируете, есть ли какие-то вопросы к вам подрядчику, который осуществлял данный ремонт. Осмотр объектов образования начинается с детского сада номер 3 в Долотном переулке. Заведующая дошкольным учреждением Лариса Селькова отмечает, что для густонаселенного Куйбышевского района обновление здания стало настоящим подарком. В рамках нацпроекта «Демография» детский сад капитально отремонтировали буквально за год. Здесь появились методический кабинет, кабинет учителя-логопеда и логопеда-психолога, спортивный и музыкальный залы. Электропианино, которому можно не просто играть, но еще записывать музыку, потом ее воспроизводить. Синтезатор. Очень удобная вещь. Можно заниматься не только в музыкальном зале, но еще и берем с собой и в группах. Осмотрела проверяющая комиссия детский сад номер 4 на Осетинской, который отстроили в рамках нацпроекта «Демография» и ввели в эксплуатацию в феврале 2020 года. Дошкольные учреждения оснастили всем необходимым – медицинским, кухонным блоком, залами для занятий и даже психолого-логопедическим центром для работы с детьми, которые испытывают трудности в общении и в обучении. Для маломобильных воспитанников сделали широкие дверные проемы, поручни, установили грузовой лифт для поднятия готовой пищи на второй этаж. Да, мы немножко обжились, у нас стало уютно. Мы стараемся, чтобы в детский сад каждая стена, уголок носила развивающий характер. Большая работа ведется и в относительно новом для Самары поселке Волгарь. Буквально в двух минутах ходьбы от детского сада номер 4, что на Осетинской, строится новая школа. Общеобразовательное учреждение будет состоять из пяти блоков. Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре этого года. Большое внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет вопросу привлечения средств из федерального бюджета. Школа очень нужна в Куйбышевском районе Волгария. Мы ее очень долго ждали, пока федеральный бюджет нам поможет. Было заключено концессионное соглашение. Сейчас подрядчик Самарский и в том числе федеральный оператор возводят эту школу. В сентябре 2024 года школа примет своих первых учеников. Проверили по поручению главы региона Дмитрия Азарова и 29-ю Самарскую школу, где в 2022 году при поддержке регионального правительства был проведен капитальный ремонт столовой и пищеблока. В планах на будущий год ремонт входной группы. А вот в детском саду 123, что на Запорожской 28, куда также приехала проверяющая комиссия, уже вовсю идут занятия с малышами. С 2015 по 2022 годы учреждение было закрыто на капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Демография». Свои двери для ребят обновленный детский сад распахнул в феврале 2023 года. Сейчас в учреждении созданы все условия для безопасного пребывания воспитанников. Сад пользуется спросом. И, сами понимаете, открытие ясельных мест позволяет ребят отдавать раньше в детский сад и родителям выходить на работу. Мониторинг состояния отстроенных и отремонтированных объектов образования показал, что серьезных замечаний к учебным и дошкольным учреждениям нет. Все выявленные косметические недочеты будут устранены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств до начала нового учебного года. Искренне радует, что серьезных замечаний нет ни в одном объекте. Да, в период эксплуатации, конечно, есть ряд замечаний, которые совершенно все легко устранимы. И максимальный срок устранения этих замечаний – 1 сентября к началу нового учебного года. Часть подрядчиков справится гораздо раньше. После осмотра учреждений образования глава города Елена Лапушкина и министр образования и науки региона Виктор Акопьян встретились с педагогами, учениками и родителями в 10-й Самарской школе, где обсудили актуальные и волнующие вопросы, в том числе модернизацию образовательных учреждений. По поручению губернатора Дмитрия Азарова осмотр отстроенных и отремонтированных объектов продолжится. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События.